Итак, начинаем наш вебинарчик. Игра ГО как вид спорта. Очень интересная и яркая тема нам сегодня предстоит. И с вами в течение ближайших двух часов буду я, Леонид Бычков, руководитель Тольяттинского клуба игры ГО «Стратегия», президент Спортивной Федерации ГО Самарской области. Ну и что полезнее для вас, это не столько мои титулы и звания, сколько то, что действительно у меня большой опыт обучения игроков. Более двух тысяч игроков прошло через меня, кого я познакомился с основными правилами игры ГО. Более 20 игроков занимаются в нашем Тольяттинском клубе относительно регулярно. У нас в Самарской области проходит более 12 турниров по игре ГО. Что говорит о том, что игра ГО как вид спорта развивается. И данная тенденция не только в нашей области, но и в целом по России. Практически с каждым годом количество турниров увеличивается достаточно существенно. Итак, я вижу, что у нас сегодня очень широкое представительство игроков. Красноярск, Казань, Иркутск. Это здорово. В Иркутске, наверное, сейчас уже очень-очень поздно. Вот. Ну, я рад, что вы с нами. Итак, начнем. Чтобы у нас было проще и динамичнее, я запущу демонстрацию экрана. И буду рассказывать вам о презентации. Если будут какие-то сбои со связью, вы перестанете видеть картинку или слышите меня, то тогда сразу пишите мне в чате минусы. Если минусов будет много, я буду понимать, что в чате наша трансляция прервалась. И буду спешно это устранять. Итак, добро пожаловать в увлекательный мир игры Go. Это интеллектуальный спорт и, возможно, ваше будущее весьма развивающее хобби. Для тех игроков, кто написал в чате 14-16 IQ, это уже развивающее хобби, я так понимаю. Потому что, ну, если 18-16 IQ можно достичь достаточно быстро, то 14 IQ — это уже какой-то показатель определенный, который говорит, что это стало вашим увлечением. Игра Go, если начинать с самого начала, то это одно из самых древнейших искусств, которое пришло к нам с Востока. В России это официальный вид спорта относительно недавно. Только с 1984 года игра Go была признана видом спорта у нас в России. И началось ее такое официальное развитие, началось присвоение разрядов, званий, рангов, губерангов, проведение рейтинговых турниров в рамках российской системы. До этого это были всесоюзные секции. А еще чуть раньше, если пройтись по истории, то это 1974 год, как одна из ключевых дат в развитии Go в России. Это тот момент, когда об игре Go впервые написали в крупном журнале «Наука и жизнь», который издавался на всю страну. Миллионы людей прочитали, скажем так, статьи про игру Go, заинтересовались этой игрой, и начали объединяться в клубы, в секции, изучать, что же это за искусство такое диковидное, восточное. И тогда появились у нас в СССР тогда еще первые игроки. Сейчас, в эпоху интернета, казалось бы, информации о игре Go значительно больше. Но, тем не менее, развивать может быть даже чуть сложнее. Нужно очень много усилий, чтобы через интернет донести информацию, чтобы люди узнали про эту игру. И все равно приходится выходить вживую, в каждом отдельно взятом городе происходит какое-то его движение. Ну, или почти не происходит. Где-то происходит. Достаточно активно. Тогда достаточно было написать в одном всесоюзном журнале, который был чуть ли не в каждой советской семье, и сразу внезапно все узнали, что есть такая игра Go. Ну, те, кто досконально читал журналы. А таких было достаточно много, почти столько же, сколько сейчас пользуются интернетом. Это был очень эффективный инструмент. Ну, а сейчас вы знакомитесь с игрой Go через наши вебинары. Мне очень интересно, как вы вообще в целом нашли наш вебинар. Пришли ли вы на него через приглашение ВКонтакте? Искали ли вы сами способ обучиться? Может быть, вас позвали знакомые, прислали ссылочку, что проходят такие вебинары? Это мне тоже очень-очень интересно для дальнейшего развития нашего небольшого проекта. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы узнали, как вы сами нашли, где именно нашли, если не секрет, через ВКонтакте, наш сайт. Ну, да, ВК, судя по всему, лидирует в этом плане, как инструмент донесения. Все-таки соцсети тоже сильный инструмент. Так вот, если говорить о древности игры Go, то игра существовала задолго на изобретении интернета, задолго на изобретении даже, может быть, колеса. Она существовала тогда, когда самым быстрым способом передвижения было верхом на лошади, когда у людей, ну, по крайней мере, из элитного сословия, было время для изучения очень сложных, очень таких долгих вещей, каким является игра Go. Игра Go требует время. Требует много времени для постижения высшего мастерства. Чтобы стать сильным игроком, действительно сильным стратегом, нужно уделять этому достаточно много своего времени. Чтобы получать удовольствие от игры, вам потребуется времени не так много. Буквально достаточно будет нашего вебинара. То есть уже после нашего вебинара вы будете знать основные правила игры Go, сможете сыграть свою первую партию и получить от этого огромное удовольствие, открыв для себя новый огромный мир интеллектуального, стратегического искусства. Итак, самые древние легенды по игре Go относятся к 2300-2300 году до нашей эры и связаны с полумифическим императором Яо. Согласно древней легенде, этот мифический император обучал своего наследника, своего сына с помощью игры Go. И надеялся развить в нем необходимые качества, подобающие будущему правителю. Он хотел, чтобы у него был достойный наследник. И эта традиция воспитания, обучения через и другое, она прошла всю древнюю историю Востока, перекочевав из Китая в Японию где-то в 8 веке нашей эры, пришла в Корею. И всегда это было придворным искусством. Это было искусство правительства. И до настоящего времени многие ведущие политики, предприниматели, бизнесмены Востока, игру Go считают своим основным увлечением, своим основным хобби, являются иной раз очень сильными, в некоторых случаях, профессиональными игроками. За премьерами далеко ходить не надо. Премьер-министр Китая является игроком четвертого профессионального. И, скажем так, всячески подтверждает значимость игры Go для политической жизни Китая. Китай вообще Go ставит во главу угла своей такой спортивной стратегии. Многовековая, скажем так, уже пару веков точно идет соревнование между Китаем, Кореей и Японией за титул сильнейших. В игре Go. Долгое время Япония за счет системного развития этого искусства была непререкаемым лидером в освоении игры Go. И даже в настоящее время мы называем игру Go, так как она называется в Японии, хотя в Китае эта игра называется Weichi, а в Корее эта игра называется Baduk. То есть разное название, но во всем мире используется именно японское название игры Go. И наиболее распространен японский вариант правил спортивных и, соответственно, камней. Китайские правила не принципиально отличаются от японских, фактически ничем не отличаются. Это только формат подсчета очков, который отличается по японским и китайским на одну очко максимум в итоге партии. Отличия несущественные. И поэтому можно говорить, что игра Go прошла через эпохи, через года, как такое цельное искусство, неизменное искусство. Практически точно так же, как играли много поколений назад, так же играют в Go и сейчас. Конечно, соревнования немножко вели такие дополнительные элементы, как правило КОМИ, правило компенсации для игрока белых, за то, что белые ходят вторыми в этой игре. Но это небольшие относительно новшества, относительно самого принципа игры. То есть, сами фундаментальные правила игры остались за все эти века неизменными. Это чрезвычайно устойчивое явление. То есть, если даже шахматы, варианты шахмат великое множество, модифицировались, изменялись в Японии, Китае свои виды шахмат. То есть, известные нам классические шахматы, то есть, есть еще сёги, имеет множество, на самом деле, модификаций. Go — уникальное искусство само по себе. То есть, оно, скажем так, уникально в своем роде. То есть, нету даже близко похожей игры к игре Go. И поэтому бытует мнение о том, что Go имеет, возможно, и космическое происхождение, подчиняется определенным космическим законам, отражает их. И принесено на Землю специально для того, чтобы люди развивали свое сознание до того уровня, при котором они смогут выйти на межгалактическое общение, на тот уровень сознания окружающего пространства. Но это все немножко уже отдает мистика, не будем в это углубляться. На самом деле, легенд, связанных с игрой, Go — великое множество. Вот одну из них про императора Яо я вам рассказал. Еще одна такая легендарная для Go вещь, легендарная партия, которая приводится в очень многих таких популяризаторских источниках, связанных с игрой Go. Это рассказ о партии атомной бомбы. Она происходила 6 августа 1945 года, в тот день, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. И в это время происходила титульная партия за титул Ханимба, один из высших титулов японского Go, и вообще в мире этот титул считается высшим. В это время игроки Go играли свою партию, но находились они не в самой Хиросиме, а в пригороде. Буквально за день до этого они перенесли туда свою партию по настоянию коменданта Хиросимы. И он фактически спас жизнь двум выдающимся игрокам того времени. Но примечательное в этой партии было иное. Когда произошел взрыв, один из игроков стоял у окна, увидел вспышку. Через несколько секунд взрывная волна разметала все в комнате, выбила стекла, разбросала камни, то есть в комнате царил полный хаос. Но что сделали игроки? Спустя совсем короткое время они навели небольшой порядок в помещение, снова восстановили по памяти партию, расставили камни на доске и продолжили ее. То есть они, конечно же, потом поняли, что это был очень крупный взрыв, до них позже дошла информация, что же это было такое неведомое и страшное. Но в тот момент даже такое событие не стало поводом для того, чтобы откладывать партию. Это показывает степень увлеченности, степень, скажем так, значимости для отдельных людей, для высших игроков этого искусства, что ничто не способно их оторвать от происходящего на доске. То есть и вот та партия, которая перед вами сейчас изображена, то есть именно она сейчас отмечена на том ходе, когда и произошел взрыв атомной бомбы. И вот, скажем так, именно по таким названиям она и вошла в историю. То есть партия атомной бомбы. И тоже на доске мы можем видеть очень суровую на самом деле борьбу, которую сложно понять начинающим, полностью ее проанализировать, понять, где группы выживают, где погибают, за кем сейчас победа, кто лидирует, кто ведет в этой партии. Достаточно сложно оценить. Партия идет на равных. Это были два великих мастера игры. Огромное количество угроз, возможностей в целом отражает, можно сказать, что это в историческом настроении или историческую ситуацию, когда это все происходило. Есть определенные даже направления в ГО, когда по ситуации на доске можно находить ответы на свои жизненные ситуации, на ситуации, которые происходят в вашем бизнесе, например, видеть подсказки через ту партию, проводить самодиагностику через игру ГО. И по тому, как выиграть, по тому, какие рисунки, какие позиции на доске у вас возникают, делать достаточно объективные выводы о своем психологическом состоянии, о состоянии своих дел, в чем у вас есть плюсы, минусы, текущие задачи, над которыми вам надо работать. Это все можно увидеть в зеркале игры ГО. Если есть какие-то вопросы, задавайте по ходу нашей встречи в чате. А я буду рассказывать дальше. Игра ГО, кроме того, что это очень значимое историческое, это глубокая традиция, особенно в японской культуре, и вообще в Востоке. Еще и увлекательный вид спорта. Это отличный способ увидеть различные города России, мира, если просто даже поездить по соревнованиям, которых сейчас стало проводиться очень много в различных регионах. И, скажем так, для игроков, которые серьезно занимаются, отличный повод путешествовать и с пользой, и для спортивного удовольствия. Наша спортивная сборная Самарской области тоже сейчас начала частенько выезжать. Мы выезжали в Челябинск, в Москву. Наши игроки участвовали в чемпионате Европы среди женщин, погон наши девушки участвовали, в которых проходил в Казани. В парных чемпионатах. Ну и, конечно же, особо стоит отметить соревнования, которые проходят каждый год в Петербурге. Ежегодные ГО-конгрессы. В этом году будет европейский ГО-конгресс проводиться в Санкт-Петербурге. И туда съедутся сильнейшие игроки Европы. Скорее всего, в САЗе будет много сильных игроков. Это, ну, такое значимое событие для всех игроков ГО России. Европейский ГО-конгресс, проводимый в Питере. Там стоит обязательно побывать. В нашем регионе зачастую проводят соревнования в формате Приволжского федерального округа. Мы приглашаем игроков из других регионов. Надеемся, в этом году приедут еще игроки из Казани, Перми, других ближайших регионов. Яновска, Дентроград, может. И мы частенько как регион становимся организаторами подобных соревнований. Урок неприволжского федерального округа. Еще из одних, еще одно интересное направление спортивного ГО это различные тренировочные лагеря. В нашем регионе у нас есть своя база, где мы проводим летние ГО-лагеря. Проходит также молодежь, можно действовать сейчас проект международного формата, когда на тренировочные лагеря можно поехать в Корею, в Китай, в Японию, по программам обмена всевозможным, обучаться именно игре ГО. То есть это тоже достаточно интересная сфера деятельности. Ежегодно мы проводим турнир в Солнечный кубок, который проводится в летнем палаточном лагере. Это особый вообще формат соревнований такого в России нигде не проводится, чтобы на свежем воздухе можно было поиграть. На самом деле задача популяризации игры ГО, она не такая уж и простая. При всем том, что игра ГО очень увлекательна и редко, когда мне доводилось видеть, чтобы человек она оставила совершенно равнодушным. То есть каждый, кто первый раз знакомится с игрой ГО, обычно это вызывает большой энтузиазм, даже если человек сомневается в своих интеллектуальных способностях, говорит, что нет, это не для меня, при определенной подаче игра ГО затягивает практически каждого. Другое дело, есть ли у вас потом время систематически этим заниматься. В плане популяризационных проектов мы используем такие вещи, как в любом дворах, когда просто выходим во двор и все ребятишки в округе собираются узнать, что же здесь такое происходит, знакомится с игрой, собираются большие вообще то есть каждый наш крист заканчивается тем, что 20-30 человек знакомятся с игрой ГО, большие караванщики ходят за нами, если мы проводим ГО в соседних дворах. Этот проект очень хорошо работает на популяризацию игры ГО, и достаточно много игроков из нашего города познакомились именно на таких мероприятиях с игрой. Вот, кстати говоря, у нас здесь в чате Аркадий из Тольятти есть. Мне действительно интересно, ну, поскольку мы из одного города, как Аркадий узнал об игре ГО, говорит, что несколько раз играл, где он с ней познакомился, тоже интересно узнать, как именно в Тольятти игра ГО до ГО добралась, через какой из наших проектов направление деятельности. Кстати, вопросы к остальным игрокам нашей встречи, а как именно вы услышали про игру ГО? То есть, кто 17, 18, кто 16? Как вы познакомились с игрой ГО? Через какие мероприятия, через какие может быть аниме, сериалы, кстати, про это я расскажу отдельно. О, ну, отлично, да, с Аркадием мы, значит, где-то пересекались на одном из семинаров, которые мы проводили в нашем городе. Ну, и в интернете, да, сейчас очень много информации о ГО, обучающих курсах, различных учебников, задачников, можно найти много про игру ГО и в интернете. Ну, сегодня у нас с вами есть уникальная возможность пообщаться вживую, что ли так лицом к лицу, к сожалению, я вас не вижу, но зато вы видите меня. И нам надо понять, почему вообще игре стоит уделять столько времени, столько внимания, почему я в последние там пять лет своей жизни очень много времени, ну, практически, это основной вид деятельности для меня, почему я посвящаю столько времени игре ГО. Дело в том, что играет вообще в целом уникальное явление, и все, что происходит в нашей жизни, мы любим, когда это является игрой, когда есть соревновательность. Дело в том, что мы всегда соревнуемся по жизни, мы соревнуемся в размерах зарплаты, размерах дома, размерах машины, престижности, на самом деле мы играем все время, но именно игра, игры настольные, игры развлекательные, они позволяют нам быть самими собой, снимать маски, общаться открыто и открыто проявлять свои устремления. ГО универсально тем, и оригинально вообще тем, что это интеллектуальный способ посоревноваться. В различных физкультурных видах спорта мы соревнуемся в силе, ловкости, отваги, смелости и прочих качествах. А вот действительно объективно потягаться интеллектом, потягаться силой логического, силой образного мышления, глубиной мышления, скоростью мышления, вот таким инструментом является только ГО, на мой взгляд. Шахматы тоже являются таким инструментом, но шахматы это логика. А именно по моментам скорости мышления, образного мышления, это все-таки ГО. То есть ГО очень многогранно позволяет оценить все возможности сознания. То есть то, что вы великий математик, ГО, конечно, будет давать вам какое-то преимущество, но не принципиальное. Сила просчета не единственное, что нужно в ГО. Зачастую в ГО достаточно сильно играют и женщины, потому что они используют свою интуицию, свое образное мышление, способность видеть картинку целиком. У женщин это развито даже в большей степени именно по природной предрасположенности. поэтому в ГО нету строгого разделения на мужское, женское ГО, на детское, взрослое ГО. Иногда дети играют так же сильно, как взрослые. Женщины могут играть сильнее, чем мужчины, потому что здесь не только логика, не только правое полушарие. И это очень такое... Все в равных условиях находятся в этой игре. Очень универсальное искусство. Почему именно ГО, почему не другие виды спорта? Ну, потому что это увлекательное соревнование, потому что это уникальный вообще тренажер памяти, скорости мышления. Это высокая по своей эстетике игра. Просто игрокод действительно очень красивый. Да, шахматы тоже можно играть красивыми фигурами, но дело в том, что в шахматах красота ограничивается фигурой и доской. А в ГО помимо этого есть еще один план восприятия происходящего. Это красота позиции в доске. Вот чем сильнее играет человек в ГО, тем более красиво у него оказывается позиция, тем более причудливыми складываются узоры на игровой доске. И действительно этим можно любоваться. Есть даже легенда такая о дровосеке китайском, который пошел в лес, увидел двух старцев, которые играли в странную игру черными и белыми камешками. Он смотрел о том, как они ставят камни на доску, смотрел на то, что у них получается в итоге. Когда наконец оточнулся, он увидел, что древко топорище сгнило прошло много лет, сарц куда-то исчезли. Когда он вернулся в свою деревню, он понял, что прошли сотни лет, пока он наблюдал за этой партией. Поэтому в Китае в народном эпосе есть еще одно название игры Го, ранка, которое дословно переводится «сгнившие топорищи». Такое художественное название игры Го, ранка. Ну, еще чем привлекает игра Го? Тем, что вокруг этой игры, как правило, складывается достаточно интересный круг общения, интеллектуальное сообщество, людей разносторонних, людей увлеченных. И это действительно та компания, в которой приятно общаться, это те люди, с которыми интересно иметь дела, которых можно привлекать свои проекты. Это высокое интеллектуальное сообщество. И даже если вы не считаете себя высоким интеллектуалом, вы можете прийти в это сообщество и стать таким, если вы будете усердно практиковать игру Го, скажем так, она вас прокачает как нужно. Итак, как же мы знакомились с игрой Го? Фильм «Мастер Го», кстати, достаточно оригинальный путь знакомства с игрой, фильм достаточно тяжеленький, самостоятельный поиск интеллектуальных игр тоже приводит в конечном счете в Го. Скажу сразу, что раньше я был достаточно сильным шахматистом, и когда случайно в компании друзей познакомился с игрой Го, я понял, что Го это новый уровень сложности, это новый уровень возможности, это вообще новый уровень сложности игры, и меня Го заманило практически сразу, я понял, что это новый этап освоения интеллектуальных игр в целом. Уверен, для вас это станет примерно так же. Ну и, конечно же, аниме «Хикару и Го» это самый распространенный путь, через который познакомились большинство людей у нас в России, даже больше, чем через журнал «Наука и жизнь», в основном те, которые хоть иногда смотрят и ищут оригинальное аниме. Аниме «Хикару и Го» это культовый японский мультфильм, который полностью посвящен игре Го, и он настолько увлекательен, настолько интересен, что после первой серии трудно не посмотреть все остальные 75 серий. И это действительно вызывает на большую увлеченность, большое желание это попробовать. Обязательно попробовать, что же они такое интересное играют в этом аниме. Итак, как же начинается спортивный путь, большой спортивный путь от новичка к данным, профессиональным игрокам? как правило, он начинается с первого посещения местного клуба игры Го. Очень хочется верить, что в вашем городе, ну в Казани это точно есть, что в вашем городе, в Иркутске, по-моему, тоже есть клубы игры Го. Обязательно загляните в них, попробуйте поиграть на настоящей доске, потому что игра в интернете, она не так передает ощущения, не так передает атмосферу, не позволяет, на мой взгляд, понять игру достаточно глубоко, так как дает понять живая партия с реальным соперником. То есть, когда вы играете камешками вживую, живым человеком, чувствуете, как в его голове то, это замысл, он что-то там пытается сделать, сделать, выжить на поле боя, это начинается действительно с поиском. Тренинг, с человеком, который поделится с тем, когда вы осваиваете мастерство, такая игра, которая выучает самостоятельно, постепенно вникая в почему вы проигрываете раз за разом, надо уметь иметь очень крепкую силу воли, воли обидного поражения, подниматься и начинать играть снова, ну, или быть весьма азартным человеком. Потому что очень сильно бьет по самолюбию, учитывая, что одна партия на большой доске может до полутора часов продолжаться и даже более, то есть, проиграть такую партию, на которой ты два часа думал и в итоге проиграл там на полтора два с половиной очка, это досадно, это обидно, но тут надо иметь правильное отношение к проигрышу, выигрышу, не пытаться обреть все обязательно, все убить полностью игроков, надо понимать есть победа и есть поражение. Движемся дальше. Если вдруг так случилось, что местного клуба игры ГО у вас нету, то всегда можно, конечно, обучаться через интернет. Я тоже неспроста, конечно же, здесь вещаю, неспроста веду данные вебинары, и у нас есть свои онлайн группы, онлайн обучения в клубе ГО стратегия, к которому вы имеете возможность присоединиться. Это циклы видео-лекции, онлайн занятий, как для начинающего уровня, начиная от самых-самых новичков до игроков, и для более игроков курс от 15-го до 10-го игроков. Два таких курса у нас сейчас идут наборы, и если у вас будет желание изучать ГО интенсивно быстро, то обращайтесь. Собственно, это все происходит, запись на такой курс происходит на том же сайте, где вы регистрировались на нашу вебинар. Обращу ваше внимание, кстати, я тут сделанное на основе прошлых занятий, кстати говоря, сейчас попробую вам тоже показать, где будет видеокурс, ну, вдруг это интересно. Так, ну, в режиме пользования будет сделать более рядный. в режиме к этому вопросу. Ну, я думаю, суть основная вам понятна, то, что есть лёные видеокурсы. интересно будет обучаться игрой Go, обязательно нас найдёте. То есть, видеокурс хорош единственное тем, что его можно смотреть в свободное время. Если вы вживую участвуете в онлайн-курсе, вы можете задавать вопросы. Ну, в любом случае, я даю по всем домашним задам, вы будете выполнять на курсе обратную связь и, скажем так, вписи на онлайн-курсе то, что мы будем двигаться дальше. Конечно же, для роста мастерства полезно. Ну, когда вы хотя бы знаете, участвовать в соревнованиях. Соревнования будут говорить много, достаточно, но чуть попроще. Это хороший способ повысить своё мастерство. Даже новичок, даже если вы проиграете на этом из пяти, всё равно вам бесценный опыт. тогда на пределе своих возможностей сражаемся в турнирной обстановке, наш мозг очень сильно тренировал. И иной раз, особенно у начинающих учеников, я замерил после участия в серьёзных учениях на две ступени мастерства, когда-то на один, когда-то на две. Конечно, чем выше уровень, тем сложнее подниматься на следующую ступну, но, тем не менее, турниры в этом являют хорошие. Участвуйте в соревнованиях. Если в городе нету клуба игры ГО, а вы хоть немножечко, хоть чуть-чуть умеете играть, то почему бы вам не организовать свой клуб? Это не так сложно, на самом деле, как звучит, и собираться где-нибудь в общедоступном месте раз в неделю, и просто дать в интернете объявление, что клуб игры ГО в таком-то городе, собираться в общественных залах, библиотек, например, чаще всего в читальных залах никто вам не помешает собраться в небольшой компании. Четыре, пять, шесть человек, когда вас станет больше, вы сможете уже перебрасывать в какое-то, может быть, другое, более комфортное помещение, в каких-нибудь анти-кафе собираться. То есть почему бы не организовать свой клуб, если уж его так случилось еще нет в вашем городе. Это все несложно. Когда-то я прошел по этому пути, и от моих небольших скромных инициатив у нас сейчас вырос огромнейший клуб, более двух тысяч человек обученных по городу, которые иногда-иногда вдруг приходят на наши соревнования. Итак, пробежимся по правилам игры. Еще раз я задам вопрос в чат. Кому нужно объяснять базовые правила игры? Чтобы я понимал, надо ли мне по ним проходить подробно или можно пробежаться очень быстренько. Потому что, по крайней мере, из восьми участников я вижу, что четверо достаточно опытные правила знают. Кому нужно рассказать правила? минус это нет, я так понимаю. Или минус это да. Ну ладно. Хорошо, по правилам в этот раз мы пробежимся очень быстро и лучше больше времени поговорим о турнирах и уже скоро подходит время, когда мы сможем наблюдать онлайн партию в одном из онлайн турниров. Итак, в ГО играет на полях 19-19, 9-9, 13-13 линий. Обращаю внимание, что здесь учитываются линии, а не клеточки. Камешки ставятся в пересечении доски, играют черными и белыми камнями. Первыми в ГО ходят черные, потом ходят белые. Сходили черные, поставили камешки к пересечению, белые, черные, белые, черные, белые и так дальше продолжают ходить по очереди. И основная задача игры поделить между собой игровое поле, обозначить определенные зоны влияния, построить побольше территории. Ходить можно куда угодно, абсолютно в любое пересечение можно поставить свой следующий камешек, хоть на край доски, хоть в угол, главное оградить как можно больше себе территории, больше, чем оградить твой соперник. Правила игры. Первое правило игры ГО надо огораживать территорию. То есть можно видеть, что сейчас 6 камней в углу оградили 9 очков территории. Территорией в ГО считаются пустые пересечения, свободные пересечения, которые вы окружили полностью своими камнями. То есть в данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 очков территорию оградили черную. В центре белой оградили тоже 9 очков. То есть здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пересечений. А это не очень эффективно. То есть целых 12 ходов, чтобы те же самые 9 очков получить. Гораздо выгоднее играть и начинать огораживать от углов, переключаться потом на стороны, только уже потом бороться за центр. Еще выгоднее строить такие большие объемные территории, так называемые МОЙО. И это позволяет максимально эффективно использовать каждый свой камень, если вы строите большие территории. то есть угол как вправо. Думаю, это понятно. Надо знать, что горожан победил. Захватывать камешки. И если у камней есть 4 соседних пересечения, которые называются дыхание камня, то есть поставили сюда камешек и черный камешек убрали с доски. каждый захват на краю доски камни захватить еще легче, три или два дыхания в углу, тут достаточно третьего белого камня, чтобы черный камешек был захвачен. Естественно, возникнет желание спасать такие камешки, еще и еще камни. Те камни, которые соединены по прямой линии и захватить их можно теперь только все вместе. То есть они либо все вместе выберут, все вместе будут окружены. Как только мы для группы камней перекрыли последнее дыхание, мы также ее снимаем с доски, захватываем в клемм. Все эти камешки будут сняты, если белые поставят сюда. Сопротивление черных вдоль первой линии тоже не приведет ни к чему хорошему. Просто больше из себя. Вот здесь черные вроде как выбегают из окружения, белым сложно захватить. Надеюсь, захватом камней тоже понятно. Если нужны подробности какие-то, пишите сразу в чате и я буду на каких-то моментах останавливаться подробно. Правила я сейчас все-таки в любом случае расскажу для тех, кто будет смотреть видеозаписи. Итак, один из тактических приемов это прием лестницы сетем. То есть представьте уже запущенную группу слева и у черных камней всего лишь одно дыхание, одно пересечение соседнее. Они могут сходить сюда, но тогда белые ходят слева. Черные могут убегать наверх, тогда белые ходят сверху и снова оставляют последнее дыхание. В конечном счете эта вся группа прибегает к краю доски, прибежала к краю доски и белые добивают ее, ставят сюда камешек и все камни черных захвачивают и снимают с игрового поля. Это уже явно будет победа за белых и такого допускать черным конечно не стоит. На этапе, когда у них был еще один окруженный, ну почти окруженный черный камешек, им не надо было идти в эту лестницу, обросать все это дело и начинать играть где-то в другом углу доски, вот здесь вот играть, в правую часть доски поиграть. Но вот такая вот жадность, попытка спасти свои камни, она в конечном счете привела к гибели всей группы и проигрыш фактически всей партии. Надеюсь, этот прием движемся дальше. Куда можно ходить, куда нельзя ходить в угол. В угол нельзя ходить туда, где у камешка не осталось ни одного свободного пересечения. То есть сюда черным нельзя пойти, сюда нельзя пойти черным, потому что у трех камней черных не останется ни одного дыхания. Нельзя делать самоубийственные ходы. Также белым нельзя пойти здесь, нельзя пойти здесь, и сюда нельзя пойти, потому что все соседние четыре пересечения, перекрыты. Это будет самоубийством для этих четырех камней, если сюда белый поставить. Черные сюда могут сходить и дозахватывать камни белых, но в этом нет особой необходимости до поры до времени. А вот здесь вот черным сходить можно, потому что таким ходом они захватывают камни белых. Они ходят сюда и для этих трех белых камней перекрывают последнее дыхание. Три камня снимаются с доски, и у этих трех черных камней появились дыхания на месте захваченных белых камней. Надеюсь, все это понятно. С этим камнем в центре та же самая история. Белые могут сейчас ходить сюда и захватить черный камешек. У этого камня осталось последнее дыхание. Значит, белым ходить туда можно, поскольку они этот камешек захватят и на его месте дыхают. Но тут вступает в игру еще одно правило. Правило по. То есть, представьте такую ситуацию. Белые съели в черный камень. Кажется, что черным в этот же ход можно съедать белый камешек обратно. Тогда белые и черные будут съедать друг друга до бесконечности. Чтобы этого не было, было введено правило КО. То есть, если белые съели черный камешек в этот же ход, черным нельзя съедать его обратно. Один ход надо сыграть в другом месте. Если и белые сыграли в другом месте, то черным уже можно будет съедать этот камень. Ну а белым в какой-то момент, возможно, надо было защитить этот камешек и сходить сюда. Ну или черные защитят свой камешек и соединят это все в единую конструкцию. Надеюсь, правил Ко у вас тоже сложности не возникнет. В любом случае, во время партии вы быстро разберетесь с механизмом борьбы Ко. Если вы играете в интернете, компьютер просто не даст делать запрещенный ход, съедая камешек противника. Итак, движемся дальше. Вопросы есть, вопросов нет. Третье правило игры Го. Первые два, напомню, захват территории. И третье правило, это правило выживания. Выживает та группа, у которой есть два глаза. То есть, две разделенных между собой территории. У черных в данном случае это здесь и здесь. То есть, эта группа точно выживет. Вот эта маленькая группа черных имеет два очка, два дыхания, и они же являются двумя глазами в данном случае. То есть, дыхание и глаза – это разные немножко вещи. То есть, глаза – это участки территории. Дыхание – это соседнее пересечение для ваших камней. Так вот, почему вот эта двуглазая группа живая у черных? Потому что белые не могут сходить в эту точку, для них это самоубийственный ход. Они этим ходом никого не захватывают. У черных есть дыхание в другой точке. А если белые попытаются сходить в эту точку, то у черных сходят, соответственно, вот в эту точку. Ну, вернее, не сходят, а имеют дыхание в другой точке. И для белых этот ход запрещенный. То есть, белым ни одним из ходов нельзя добить черных. А вот в правом нижнем углу белым можно ходить в угол, потому что это перекрывает последнее дыхание для трех черных камней. И мы можем говорить о том, что это группа с одним глазом. Вот здесь, посередине, группа вроде бы тоже с одним глазом, с одним пространством. Но, зная базовые вещи, мы можем понимать, что эта группа все равно живая. Потому что стоит только белым сходить в точку B, черные успевают сходить в точку A. И у них будет две разделенных территории. Два глаза. Если белые сходят в точку A, то черные успевают сходить в точку B. И тоже два глаза. Движемся дальше. Надеюсь, с глазами все понятно. То есть, главное, чтобы в вашей группе было два глаза, две раздельных территории. Не одна совмещенная с двумя точками, а две раздельных. То есть, сюда нельзя белым пойти, сюда нельзя белым пойти. Итак. Правила игры. Когда же заканчивается партия? Партия заканчивается тогда, когда все хорошие ходы на доске сделаны. Обычно это видно, потому что ваши границы пролегают вплотную. Смотрим ситуацию за белых. Ходить в территорию черных нам не выгодно за белых. Потому что там наши камешки уже, скорее всего, будут погибать. Черные захватят все наши камни и получат на этом дополнительные очки. В свою территорию ставить камни невыгодно, потому что это уменьшает нашу собственную территорию. Считаться будут только свободные пересечения. И поэтому хороших ходов для белых нет. То есть, вот ход сюда, это нейтральный пункт, не принесет тоже дополнительных очков. Камни не считаются как дополнительные очки. Считается только захваченная свободная территория. Поэтому белые могут говорить пас, черные смотрят. У них та же самая ситуация. В свою территорию ходить невыгодно, вторгаться бесполезно. Черные тоже говорят пас, и на этом партии заканчивается. И начинают подсчитывать очки, у кого же территория больше. Здесь даже визуально видно, что у черных получилось явно побольше территории. Больше пространства доски они контролируют. Но можно посчитать более детально. Чтобы посчитать детально, камешки обычно сдвигают к общим границам. Пледные камни выставляют на свою территорию. То есть, белые к белым, черные к черным. И, соответственно, чем больше вы теряли камней, тем больше у вас камней потом вернется на вашу территорию, и меньше свободная территория у вас останется. У черных, в данном случае, видно, что больше. У белых 76, у черных 117, у черных только 1 очко. Ну, и еще белым дается дополнительно 6,5 очков в коме. Здесь это не отображено. Все. Умечу ключевые ссылки, которые вам могут понадобиться при изучении игры Go. Освоение игры Go. Это сайт «Российская группа». Здесь все основные правы России. То есть, можно подобрать что-то себе по душе, по местности. Добавляем в соседний город съездить. Вот, соседний региончик может скататься, или вообще в Москву на чемпионат на парад. На трассе съездить буквально 14-21-22 февраля. Ну, или на какой-то еще турнир. Итак, играть в Go в онлайн лучше всего через KGS сервер. Сайт goggs.com. Там скачивается приложение. Сейчас, если будет время, я покажу это поподробнее. На сервере KGS мы сегодня будем играть в онлайн турнир. Кстати говоря, мы будем играть вот в этом турнирчике. Здесь есть турнир на таблице. Но я пока что занимаюсь седьмой строчку в рейтинге турнира. Не очень удачно начался для меня этот турнир. Сегодня, значит, у меня будет, может быть, не самый сильный соперник. И я надеюсь сегодня выиграть. И подробно вам расскажу, как это будет происходить. То есть вот так вот можно все турниры видеть на сайте Российской Горфедерации. Паблик об игре Go. Игра Go больше, чем игра. То есть, кто с ним на страницу встречи? Игра Go больше, чем игра. Игра Горфедерации. Только за счет этого наши вебинары и продолжаются. Именно так новые люди чаще всего и приходят на самом-то деле на наш вебинар. Через что-нибудь приглашение. Обязательно участвуйте в приглашении. Я буду вам очень-очень благодарен. Можете вы мне пообещать, что пригласите 40 друзей. Пожалуйста, спасибо за счет этого встречи. Плюсик, кто готов. Кто готов к материалу отблагодарить. Мы всегда используем производительные взносы на сайте наших СФГСО в разделе «Контакты и взносы». Ну, вот есть же, как и есть возможность, то есть вот таким процессом через интернет перевести нам деньги. Это позволяет… Это позволяет более комфортно вести на профессиональной площадке нашего вебинара. Итак, вернемся к нашим турнирам. Сейчас я отключу камеру. И, скажем так, трансляция экрана у вас должна при этом продолжаться. И мы начнем заходить на наш онлайн-турнир. Благодарим за внимание по нашей презентации. Вы теперь знаете правила игры ГО и вполне можете попробовать сыграть с партией. Итак, заходим на сервер КГС. Приложение у меня уже скачано. Нажимаем «Играть на КГС». Логин, пароль. Первый раз вы, когда будете сюда заходить, вбиваете столько логин, заходите как гость. И регистрируетесь уже потом внутри этой системы. Ну, в разделе «Пользователи» нажимаете «Регистрация» и регистрируетесь. И уже сможете играть. Система будет запоминать все ваши партии, учитывать ваш рейтинг. И вы сможете получать рейтинг. И он считается где-то от 20-го кю. Вот эти вызовы. От 20-го кю, даже в 30-го кю есть роботы. Это 14-й, 10-й, 8-й, до 1-й кю. Дальше идут 2-й дан, 3-й дан, 6-й дан и до 9-го дан. То есть, фактически, игроки всех уровней сейчас присутствуют на этом сервере и готовы с вами играть. А мы участвуем в турнире «Хорошее настроение». Рейтинговый турнир, который проходит в 6 туров с 1-го по 6-го февраля. И сегодня четвертый тур, который должен уже с минуты на минуту начаться. Сейчас мы поставим плюсик в чат о том, что мы подошли и готовы продолжать игру. Мы можем всегда взглянуть на рейтинговую таблицу по итогам трех туров. Сейчас мы откроемся. То есть, вот так вот выглядит таблица турнира. Семенов Никит на втором месте. Это игрок нашего тольятинского клуба. Он пока что идет весьма-весьма хорошо. Что нельзя сказать о моих позициях. У меня проигрыши в первом и третьем туре, во втором туре победа. И здесь также учитывается тема ранг игроков. То есть, можно видеть, что от 20-го кю до 2-го кю в данном турнире принимают участие игроки. И нам остается еще три партии. Их надо во что бы то ни стало выигрывать. И сегодня я покажу, надеюсь, могу показать, как это делается. Но, может быть, я смогу вам показать некоторые оригинальные варианты игры. Пока здесь народ подходит, пока еще жеребьевка четвертого тура, я расскажу вам еще об одном турнире, в котором вы можете принять участие. Это турнир в Баду Карапид Суперкап. Это наша оригинальная разработка турнира, который будет проводиться теперь в новом формате. Серийный турнир. Мы рассчитываем, что он станет со временем рейтинговым турниром. И ваш результат на этом онлайн-турнире будет учитываться в официальном российском рейтинге. То есть, вот вкладочка нашего Баду Карапид Суперкап, который намечается на 7 февраля. То есть, это уже ближайшее воскресенье. И это такой вариант мини-турнира. Он будет проходить всего лишь в три тура. И не больше, чем 5 часов у вас займет участие в этом турнире. Он будет в воскресенье. В 16.00 по Москве мы начинаем. Ну, с теми игроками, кто предварительно зарегистрируется. Турнирный взнос там 300 рублей всего. Но даже у начинающих есть хорошие шансы выиграть призовой фонд. Игроки участвуют по подгруппам в соответствии со своим уровнем свойства. То есть, у вас будут примерно равные по силе соперники. Турнир будет форумом. И в каждой из подгрупп за первое место призовой фонд 1000 рублей. Второе место 500 рублей. Третье место 300 рублей. Ну, по сути, возмещается ваш стартовый взнос. Если хотя бы вы третье место из 8 участников подгруппы займете. Будет, соответственно, от 4 до 8 участников. И шансы из 4 занять третье место очень высоки. Обычно будет по 8 человек в каждой подгруппе. Из 8 человек, если хотя бы в тройку ходите, уже хорошо. Уже как минимум укупается ваш стартовый взнос в турнире. Организационная страничка. Как найти этот турнир? Он находится в комнате, список комнат, турниры и БРСК. То есть, вот сюда надо заходить, чтобы участвовать в турнире БРСК. Также наша организационная страничка в ВКонтакте. Онлайн-турнир по игре Городка и Суперкап. Наши вебинары вы тоже сможете найти. Страничка нашего вебинара сюда попасть. Либо напишите мне лично. О том, что хотите в турнире. И вам нужно спросить, что не об этом. И вам нужно рассказать о том, что не об этом турнире будет. На этом турнире будет 40 минут на новое время и прочие регламенты. То есть, как, что происходит, здесь все написано. То есть, приглашаю всех поучаствовать. Турнир абсолютно не об этом. Приглашаю поучаствовать. Если есть вопросы по этому турниру, то, конечно. Я поясню некоторые аспекты, которые есть. Там достаточно интересная будет система, если он станет рейтингом в российской системе МРФГ. Сегодня только что, только общался на эту тему. И надеюсь, у нас все получится. У нас получилась такая серия турниров, через которые вы сможете повышать свой уровень. Приглашаю поучаствовать. Уже в ближайшее воскресенье этот турнир будет происходить. Пока еще не объявлено жеребьевочка. На нашем сегодняшнем турнире хорошее настроение. Мы ждем, когда ее объявят. Обычно это происходит минут 10, минут 15 уходит времени. Игроки вот уже почти все в сборе. Очень много игроков на этом турнире. Надеюсь, на БРСК будет не меньше. Ну или хотя бы человек 12-16 нас наберется. Минимально состав нам нужно человек 12. Чтобы хорошо все прошло, надеюсь на ваше участие. Это БРСК. Как пройти, я показал. Как КГС установить, я думаю, вы справитесь. Это не так уж сложно. В интернете есть отдельные ролики на тему того, как установить КГС. Итак, ждем, ждем жеребьевочки. О чем бы вам еще рассказать, пока мы ее ожидаем. Так, тут идет перекличка. Нас не спрашивают. Значит, нас уже записали. Скоро будет жеребьевочка. Ну, мы будем периодически посматривать. Вот это наша тольяттинская комната. Наши, ну да, преимущественно тольяттинские игроки. Вот пять человек из Тольятти сейчас присутствуют. Четыре игрока из нашего клуба участвуют в этом турнире. И мы за них, конечно же, тоже будем болеть. Зайдем немножечко, посмотрим, как прошли их партии после того, как сыграем свою партию. Если есть какие-то вопросы, пожелания, прямо сейчас пишите в чате. И я вам смогу на них ответить. Пока еще, я думаю, у нас есть минутки 3-4 до начала турнира. Так, на страничке нашей Федерации ГО есть информация про летние и зимние лагеря ГО этого года. 8-10 января у нас был первый заезд. Теперь 2-12 июня, 23 июня, 3 июля будут наши заезды ГО-лагеря. Можно уже на них записываться. Это все вы найдете на сайте нашей Спортивной Федерации информацию к таким вещам. По онлайн-обучению, как я уже говорил, ссылочка вам известна. Стратега ГО-онлайн. Там, где вы записывались на вебинары на нашем. Групп сейчас формируется. Нам буквально еще пару человек не хватает для полной комплектации групп. Сильных игроков 15-10 июня. Ну и начинающих там тоже есть пара желающих. Надеемся, что 4 человека у нас набираются в группе. Мы начинаем занятия. Остальные присоединяются уже к году. И догоняют по видеозаписям наших встреч. Пока, быть может, я сейчас покажу вам, как устроен наш видеокурс. Если он откроется. Эксперт систем. Попробуем найти систему здесь. Если мы, конечно, вспомним пароли, то войдем в систему и я покажу, как устроен наш видеокурс. Пока смотрим, нет ли жеребьевки. Так, еще пару минут ждем, и будет жеребьевочка турнир, и мы начнем нашу партнер. Оставайтесь с нами. Должно быть сегодня очень интересно. Итак, мы обучаемся. Панель управления. Скажем так, после того, как вы подпишетесь на нас через вот эту систему, вы сможете заходить на него, просматривать видеоролики, которые были сняты по этапам прошлого прохождения видеокурса. Так, курсы. Так. Я, похоже, не туда зашел немножечко. А, да, я привык, что я, не надо, вы обучаетесь сюда заходить. Рабочее пространство. Основа искусства ЭКГО, базовый курс. Сейчас мы его посмотрим. Описание курса в целом. И вот так вот по частям все очень системно изложено. Так, та информация, знание, которое вам понадобится для того, чтобы очень-очень быстро постигнуть основы игры в ГО и стать хотя бы пятнадцатым КЮ. В принципе, по моей оценке, по этому курсу можно вырасти до десятого КЮ, если очень сильно, если очень разборчиво все слушать, и выполнять домашние задания, которые вы здесь будете выполнять. Они в виде отдельных датчик выполненных, заполненными ответами, будут заполнить задания, первое задание и так далее. То есть, вот курс, который состоит из восьми уроков, потом вы присылаете отчеты, я эти отчеты просматриваю и отсылаю вам уже обратную связь. На следующем следующем мы в отдельный момент вас затруднивает, возвращаемся, и вы уже максимально все это проходитесь, анализируете и растете очень быстро в мастерстве ГО. Это вот самое важное. Основные правила рассчитаны для новичков. Ну, где-то от восемнадцатого, от семнадцатого КЮ имеет смысл проходить, чтобы стать хотя бы пятнадцатым КЮ, или до десятого КЮ подняться. Итак, начинается жеребьевка. Сейчас мы начнем наш турнирчик. Ждем с нетерпением, когда же ее наконец... Все игроки из нашего клуба сейчас на сайте. Глазаков. Вот такие. Никита, Дарья и Семенов здесь. Мы скоро начнем. Так... Идем, когда зайдет жеребьевчик. У вас буквально последняя минутка-две, чтобы задать мне какие-то вопросы по турнирам, потому что вам интересно из мира игроков. Потому что потом у нас снова начнется интенсивчик. Да, у нас сегодня семь участников. Я буду играть партию и комментировать ее. Буду рассказывать, что же происходит на доске, почему я играю так, а не иначе. Вот. Ну, я не думаю, что мой соперник по турниру догадается, что сейчас где-то вживую эта партия разбирается. Не заглянет на нее и не будет слышать все мысли, которые роятся в моей голове по поводу происходящего на доске. И не сможет оперативно на это реагировать, предотвращая мои замыслы. Но если он вдруг догадается, что именно его партия сейчас транслируется, то он может, скажем так, заглянуть в мои замыслы и увидеть, о чем же я думаю. О, у нас сегодня 10 дней. Поздравляем Илью Коробкова. Очень, кстати говоря, сильный игрок. Да, вот такая вот атмосфера царит на турнирах, на онлайн-турнирах в том числе. Вот. Очень дружелюбно. Все настроены. Сообщество игроков в гос, спортивное сообщество. Это, на мой взгляд, самое дружелюбное сообщество из спортивных. Конкуренция, если есть между какими-то игроками, то она исключительно культурная, исключительно дружественная. Не слышал я ситуации с допингами и прочими нехорошими вещами, чтобы в углах не хоть как-то были. Итак. Сейчас пройдет серия поздравлений, и, наверное, к этому времени у нас будет готово к жеребьевочке. Давайте 30 секунд, минуту я отдыхаю. Ага, нет, не отдыхаю. Хотел сделать паузу для речитатива своего, но все-таки нет. И у нас готова жеребьевка. Вот так выглядят турниры на таблице, и вот так вот выглядит то, с кем мы играем. Как это прочитать? Вот. Напротив моей фамилии, Стан. Счастливое число. Это будет Прикарев Никита. Это игрок. С х4-7, он играет со мной. Итак, у нас посмотрим, что 5-го кью. В моем 4-й локусе у него. Локусе у него может быть в уровне посильнее. вот, но все-таки 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 это не должно быть для нас слишком сложно. Но игра покажет. Итак, ждем, когда он создаст партию. Ну, и в конце концов, если не дождемся, то сейчас сами создадим партию. регламент у нас здесь уже выставлено. Еще раз заглянем в табличку. Мы играем Прикарев Никита. И так, ждем. Ага, стоп. Нет, не ждем. Отменяем. Потому что для нас партию уже создали. Ага, на КГС он 3-й кью. У нас 2-й кью. Партия должна быть достаточно близко по силе игры. КОЛЕ надо выставить 6,5 очков. Это регламент турнира. Поприветствуем нашего соперника. Окей. Итак, мы готовы играть. Ждем подтверждения от нашего соперника и все начнется. Так. Хорошо. наш соперник выбрал для себя черный цвет. Ну, пускай, пускай. То есть, его право обозначить цвет так, бы он выпал случайно кому-то из нас. Мы будем играть белыми. Да, это хорошо, что мы играем белыми, потому что если бы я играл черными, я начал бы играть свое оригинальное кусеки. и возможно бы показал вам слишком пока неправильный стиль игры. Обязательно по этикету принято пожелать сопернику приятные красивые игры. За белых я играю более стандартно, более, скажем так, классическим способом, хотя черные построили Семари направленное вот в эту сторону, и конечно же нам надо помешать этому Семари. Ну, зачем мы будем позволять черным? Это, на мой взгляд, атака не с правильной стороны, правильнее было развиваться от этого Семари в эту сторону, и это уже первый маленький маленький минус. Конечно, он не играет большого значения сейчас, но возможно он может начать играть значение позже. Достаточно быстро в темпе у нас пошла партия, мы быстро сделали несколько ходов, и черные почему-то не доигрывают здесь жестко, здесь им надо было доиграть в D7, они об этом пожалеют, но сначала на этот ход. Если они здесь не доигрывают жестко, но где-то в одном месте они не успеют ее доиграть, например, здесь. На мой взгляд, это не самый лучший расклад. Конечно же, черные думают, большая зона между двумя этими стеночками, но этой зоны здесь нету. Большая зона здесь есть у белых. да, белые здесь тоже недоиграли жестко, и за это нас смогут вполне побежать. Но мы попробуем воспользоваться явными тактическими пробелами нашего соперника. То, что здесь жестко было недоиграно, мне кажется, это все-таки не очень хорошо. И то, что вот эту заготовочку мы полностью нейтрализовали, полезем в скажем так, выход в центр обеспечения надо прежде всего. Ну, на мой взгляд. Обеспечить себе выживание мы еще успеем, а этими камешками мы просто спокойненько убегаем в центр, и нам ничего не страшно. Сделаем такую штуку, заглянем в территорию черных здесь, и за наш угол можно уже особо не переживать. То есть, вроде все с ним хорошо. Итак, черные начинают строить новую стеночку относительно этих камней, они, возможно, планируют на территорию здесь. Ну, пусть планируют. Мы попробуем мешать этим замыслам. На самом деле получается так, что я всю партию мешаю замыслам черных. Они от этого семаря хотели сыграть сюда, я занял эту точку. они хотели наметить большую зону здесь, я взял да и залез в эту большую зону. Да, и теперь им придется строиться очень-очень низко, очень-очень плоско, рискую теперь еще и вот эти камешки потерять друг, перестанут так ползти. Вот. Ну, не будем дальше здесь продолжать. И, пожалуй, пожалуй, поиграем вот в этой зоне. почему именно здесь? Ну, просто, мне кажется, интуитивно кажется, это хорошим ходом. Можно было сыграть поближе к камню, можно было сыграть где-то здесь, используя соединение по низу. Но я не буду мешать построить черным от этой стеночки построить маленькую-маленькую территорию, а наоборот буду всячески способствовать. Пусть они строят здесь территорию, хотя бы потому, что у меня есть заглядывание снизу. Да, черные успели занять очень крупную точку, очень важную точку, я сам очень хотел бы сыграть сюда, но если уж мы начали играть столь агрессивно, мы будем и продолжать столь агрессивно играть. Хорошо бы было закрыться мне здесь, G3, H3. Черные возможно мне это сейчас и укажут, если сами сюда сыграют, но черные предпочитают играть надежно здесь. Тогда я все таки успею сыграть в эту точку. Это создает большую надежную территорию для белых, то есть я не думаю, что у меня возникнут проблемы, а вот этими камешками мы просто спокойно прежим. Нам не страшен серый волк. Убегаем. То есть эти камни не остановить, эти камешки тоже я думаю будут в безопасности. И вот в совокупности этих всех камней мы подумаем, что бы сделать нехорошего с этими двумя камешками. А нет, черные первые придумали что-то делать с этими камнями. Так, наверное это не самый корректный был с моей стороны ход, но пойдет. В целом пойдет. Сыграем таким способом. Да, много нас внизу остается. Что сейчас будут делать черные? Давайте вторгнемся здесь, чтобы сохранять какую-то напряженность. Чтобы сохранять напряженность в этой зоне, хорошо ли черные посчитали, хорошо ли белые посчитали. Вот мне кажется, что белые посчитали достаточно хорошо. И для них очень чудесно здесь складывается. Вот тот самый прием лестницы, который позволяет нам забрать здесь камешки. Но нас сейчас очень сильно ослабли эти камни. И стоит мне сейчас здесь соединиться, как вот эти камни, начнут помирать и черные я даже наверное их отдам и буду убегать. А у нас их не забирают. хорошо, тогда мы эти камешки укрепим, чтобы не беспокоиться ни о чем. Надо использовать возможность максимально подлезть к черных внизу. Даже запускают туда. У черных здесь остается маленький угол. Попугаем здесь. Дальше нам надо как-то это все укрепить. Попугаем здесь. Прям стукнемся в эту точку. Ай-яй-яй, пусть думают. Что же он здесь хочет сделать? Итак, дальше мы в этом нет. Конечно, это не сильно перспективная задумка, не сильно сложная, то, что я здесь задумал. но вдруг, вдруг в совокупности угроза здесь отрезается. То есть делаем всякие страшные неприятные ходы. Кстати, говорят, что-то черные не сильно испугались моего хода. Так, да, по-моему за черных не идеально. То есть вот этот камешек, это все были пустые жертвы, все это было понапрасну, белым ничего не угрожает. Вот угрожать ли мне этим ходом, вот в чем вопрос. Угрожать или не угрожать? Наверное, все-таки надо здесь спокойно сыграть, закончить эту комбинацию и уже свободно спокойно действовать. Давайте оценим, где вообще есть территория черных. У черных вот этот угол будет, у них будет вот этот угол. Ну, вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, я это чуть-чуть могу пока что предотвратить. У белых есть вот одна большая такая зона и немножко в этом углу. В целом, на мой взгляд, у белых сейчас позиция получше и сейчас хорошо бы делать какие-то темповые хады. Если мы планируем играть с этой группой, то нам наверное стоит еще спасти свои камешки, это около шести очков. черные перестраховываются на самом деле, что-то они очень сильно боятся чего-то непонятного, неизвестного. Даже если нас сейчас внизу здесь что-то откусит, я, наверное, не сильно расстроюсь. Я лучше здесь сделаю побезопаснее, чтобы у нас не начало это все помирать. Ну, собственно, как я и говорил, сейчас у нас что-то откусит. Обидно, досадно, наверное, не обязательно это было отдавать, скорее всего, был способ это спасти, но на самом деле это не так уж и много. То есть это не так уж и много по сравнению с нашими возможностями, по сравнению с темпом. надавим во всех возможных и невозможных местах. Так, что это такое? Что же это такое? Да это не страшно. Гораздо страшнее вот это мое вторжение в угол черных. Теперь у черных нету территории и здесь тоже. Так. Дальше. Ой, сейчас черные добегаются здесь. ну, теперь, наверное, самое время спасти эти камешки. Вот теперь его можно спасать. Вот здесь сделаем побезопаснее. Соединились. Соединились. Да, черные выживают в этом углу, но у нас и не стояла задача их убить. У нас задача была их чуть-чуть припугнуть. Теперь припугнем еще и здесь. То есть покажем, что здесь территорий у черных тоже нету. Так, мне не нравился что-то этот ход, но на самом деле он вроде бы не несет существенных угроз. Мы вот здесь построим явно один глаз. Где-нибудь там, дальше, в центре мы поставим что-нибудь еще. Спокойно убегаем этой группой. Ничего не боимся. Мы знаем, что у черных нет территории. у нас есть большая территория здесь. Ее нам будет более чем достаточно. Строим гибкие формы. Вот эта форма кошка. Так, ага, вот нам начали на эти камешки давить. Я не люблю, когда на меня давят. Могу их вытаскивать срочно из этого окружения. Дальше. Дальше. Так, вроде мы всем соединяемся. Соединяемся. Очень удобно мы это все завязали. Итак, теперь еще вот на эти камешки нам давят. Хорошо, я не люблю, когда на нас давят. Будем спасать эти камешки. Так, так, так. Что мы можем сделать? но мы можем сделать что-то такое. И построить где-то внутри здесь два глаза, например. Ну, или вот угрожаю сюда. Вот таким образом. Вроде бы у нас все под контролем. Или я не прав. Или я не прав. Хорошо, смотрим, смотрим, что из этого получится. Можем ли мы поиграть как-то вот так. У нас угроза здесь. И сюда, здесь. Так, так, так. Непонятно, если честно, что здесь хотят от нас. Но, по крайней мере, после этого хода можно будет угрожать здесь и вылезти здесь. Это не очень хорошо. Тогда мы воспользуемся темповыми ходами и вытащим нашу группу вполне изящненько. Черные сейчас, ну, все-таки будут съедать. Мы снова надавим. Теперь мы соединяемся здесь, и вроде все хорошо. То есть, да, пусть мы что-то там потеряли, как будто бы. Дальше мы опасим. Так. Это ведь в темпе? Да, это в темпе. Черным сейчас надо соединяться. А теперь, а теперь мы смотрим и считаем, чем закончится вот эта штука с этим черным камешком. Куда его будут развивать в черном? Ага. Ну, интересный рассказ. Здесь белое себе построит глаз. И на что рассчитывают черные, мне непонятно. На то, что они отрежут здесь, и вот эта вся длинная наша кракозябра погибнет. Да не может быть. Хорошо, я не поверю, что это все может погибнуть. Скорее всего, все погибнет как раз таки у черных. То есть, сейчас эти группы все соединились в единое целое, и по-моему, все замыслы черных рассыпались. Выходим здесь. Ну, конечно же, мы не будем позволять здесь что-то спушить у нас. У черных вот это, вот тут внизу достаточно крупненькая территория, надо все-таки отметить. Она совсем не мала. Итак, можем ли мы здесь сделать что-то такое особенное? Наверное, себе дороже. Наверное, надо просто соединиться. А потом уже делать что-нибудь такое особенное. Просто соединяемся. Сыграем попроще. Не будем усложнять себе жизнь. Ну, у черных территория вот только в этой зоне. То есть, вот здесь я вижу очки черных. Больше я нигде очков черных не вижу. Вот. Подъем по таким страшным точкам. Это бояться надо такого ухода черным. Сейчас у них эта группа зависает и вот с этой группой и вот здесь все как-то очень-очень так зыбко прям вообще. Прям я бы переживал сейчас на месте черных. конечно может быть можно было еще как-то сыграть. Так. Хорошо. Так-так-так. Как бы нам здесь сыграть аккуратненько, чтобы у самих ничего не отвалилось. Можно так сыграть. Продлиться на ф4 ф3 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 потому что черные здесь соединятся. так сыграть с угрозой здесь после этого хода что мы будем делать. Да, вот этот вариант мне почему-то кажется более интересным. Черным надо ходить здесь. Других ходов у них нету просто-напросто. так дальше 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 а здесь мы не можем. Это я поспешил немножечко делать радужные выводы. Ну хорошо, по крайней мере сделаем этот ход. Это позволит нам откусить вот эти три камешка. Ну мне так кажется. Или мне кажется. Итак, черные говорят, что мне кажется. Но мне кажется, что мне не кажется. черные хотят здесь. То есть мы можем соединяться здесь, и эти камни нам отдают. Но тогда что-то беспокоит угол. Но я также не вижу ничего зазорного в том, чтобы соединиться по низу и продолжать угрожать на это все. Либо на эти камни. После того, как я схожу в F14, черным будет очень-очень невесело. Итак, черным очень-очень невесело. Ваши действия. Ну что ж, да, пожалуй, это фатал. Это весьма-весьма-весьма фатально. Черные вот этот верх нам отдают. И для них все закончится. Так, черный, я сказал для вас все закончится. Вы со мной не согласны, что ли? Так, такой ход я почему-то не считал. Я считал, что эти варианты здесь будут хорошо работать. Хорошо, если мы так... Так. что-то как-то не так пошло. Очень хотелось здесь все зависеть. если я здесь соединяюсь, черное вообще сюда. Так. Так, так, так. Или я чего-то не вижу. Так, времени у нас на парте очень много. У нас еще не используются 20 минут в основном дайте-ка я здесь посчитаю и подумаю какие вообще возможны варианты и что сделать по-хорошему-то. Это так, то есть они угрожают отрезу веры соединяться сюда единственное разумное. Но тогда здесь что-нибудь сделать хорошее. Мы обязательно что-нибудь успеем. по крайней мере эти три камни как изначально планировались мы должны съесть. Но если мы сразу проводим они соединяются мы здесь атака на наш камень мы здесь съедает и все рассыпается. Не нравится нам такая комбинация да, пожалуй это самый лучший ход в этой ситуации. Тут уже есть вариант. и вариантов нет. Так варианты кстати интересный вариант а что если нам просто здесь соединиться а что будут тогда черные значит это то мы ходим здесь и потом на свой страх так а если сначала они опустятся вниз вот если они сначала опустятся вниз будет совсем нехорошо ну что же друзья в го надо думать в го надо различные варианты то есть что из всего этого ко ну кое-то слишком оригинально наверное нам кое-то здесь не надо и так партия идет слишком хорошо даже если мы спокойно сейчас закрываемся на c18 этого нам должно быть недостаточно это нам должно хватать для того чтобы выиграть партию не обязательно тут все убивать но все-таки хочется посмотреть есть ли возможность убить эту группу я специально не заглядываю в чат я не смотрю пока что то что вы мне пишете что кто-то мне там подсказал зашел сильный игрок и что-то мне советуют в чате во время партии во время партии я не могу смотреть чат надеюсь у вас там все хорошо видно и все хорошо слышно и так смотрим 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 как же нам поступить вот с этой хитрой группы мы соединяемся он дает мы здесь тут надавливают и и все очень-очень плохо нет все-таки пойдем мирным путем да не надо на ровном месте искать себе проблем это прямо совершенно точно теперь мы наверное как-то так что ли сыграем все-таки здесь так ладно что-то здесь все не складывается и сыграем таким способом да подавим чуть-чуть здесь немножечко здесь да на самом деле здесь надо просто до минимума уменьшить территорию черных и все получится так смотрим смотрим что можно с этим сделать да попробуем сыграть в этом месте это на самом деле не самый такой сильный ход для этой ситуации мы рискуем вообще померять этой группой случайно здесь но наверное не сильно рискуем то есть ход b17 ну наверное он для нас не смертельный мы как-нибудь из этого выкрутимся хотя если вдруг черные решат его применить на ровном месте мы можем проиграть всю партию итак смотрим b17 является для нас чем-то страшным поскольку его не сделали наверное не является но тогда мы позволим себе продолжать будем развивать позицию так все-таки все-таки черные считают что это страшный для нас ход что мы его должны бояться и опасаться ну хорошо мы соединились дальше пусть нам черный тогда показывает чем этот ход опасен особенно после того как белые успели сыграть в b14 как как здесь можно что-то убить вот как здесь можно соединиться белым по низу и убить вот эту большую группу это да это я вижу а вот как черные могут соединиться здесь и захватить вот эту всю белую группу вот это пока что остается для меня загадкой и черным стоит здесь играть ну как-то как-то поаккуратнее да вот хотя бы так а кстати а что я планировал делать на этот ход не знаю что я планировал делать на этот ход на этот ход я планировал как-то выживать да наверное придется как-нибудь по-простому очень выживать очень очень по-простому пусть даже не с максимальной территории но зато надежно в данном случае надежность выше всего да сыграем надежно то есть неохота влазить здесь в какую-то неприятность и учитывая что в целом по партии очков нам должно хватать по моей оценке более чем достаточно итак непонятные такие вещи что хотят хотят нас без глаз для этой фигуры поставить но вы издеваетесь что ли это же несерьезно это конечно мега замысел да это попытка черных это попытка черных вот у этой все огромные мои кракозябры сделать так чтобы у нее не было двух глаз но нет это несерьезно но учитывая что я это уже успел заметить то это несерьезно то есть даже вот хотя бы после какого да вот после кучи ходов у нас получается группа с двумя глазами осталось только выбрать наиболее крупный ход ну например мы сделаем крупный ход нет крупный это да крупный ход имени достаточно и так клана тут не надо искушать судьбу вот в таких ситуациях когда партия уверивается искушать судьбу не надо здесь по стандартам получить устойчивые группы и ни о чем не беспокоиться уже хотя 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 я начинаю об одном ходе беспокоиться если сейчас бы черный сыграли в м7 это было бы достаточно достаточно уже громкой заявки на такой ход нам не страшно теперь уже то есть у нас получился один глаз надежный у черных куча угроз и даже если мы соединяемся в точке м8 у нас группа живет да вот с этого хода надо было начинать раньше этот ход был страшнее сейчас у нас спокойно есть двуглазая группа и нет причин для беспокойства совершенно никаких наоборот то есть вот это все слабенькие достаточно мелкие ходы мы чуть-чуть поковыряем позицию здесь вот такой вот ход мы вправе вполне сделать дальше мы вправе здесь соединиться дальше мы вполне можем опуститься вниз с угрозой вброса по первой линии нам нежелательно сейчас пускать цента то есть вот этот ход я думаю все-таки будет цента то есть сохранением инициативы и мы сможем сможем тогда что-то здесь придумать а что-то здесь придумать это попытка построить здесь потом кошку вот здесь соединиться и вот все-таки на нехватке дыхания этой группы где-нибудь ближе к Йосе сыграть итак черное пытается убить живую группу зачем они это делают только им известно ну хорошо но она же не убивается нет она не убивается но выглядит все это очень страшно такие попытки а вдруг убивается итак итак нет мы просто соединимся хорошо но просто сходим таким образом да тут основная задача для белых это просто спокойно зажить всем чем нужно зажить и не устраивать себе лишних сложностей на ровном месте а вот черные сейчас все лишние сложности на ровном месте устроят примерно в точке о 14 если они своевременно не закроются и будут продолжать заниматься ерундой с моей группой выбрасывая внутрепленные камешки но здесь мы отреагируем потому что это год и ход и черным надо на это реагировать центр перешел к нам и вот теперь черные нажили себе неприятности больших таких вот толстых неприятностей ну хотя ладно хотя все-таки у них тут все выживет но наверное не после такого хода или даже после такого хода они могут себе позволить посмотрим сейчас посмотрим как нам лучше сыграть мы соединимся здесь это для нас будет наилучший вариант итак дальше мы хотели бы поиграть вот в этом месте очень такой заманчивый ход очень приятный черным как-то внутрь своей территории придется ходить это и сент и ход одновременно вот черным можно ли было так играть а все-таки можно было но все равно для нас это остается в центр все равно мы очень сильно выражаем ходом ваш 18 да и у нас инициатива осталась в наших руках мы можем продолжать вот этот ход я же делал неспроста опускался на первую линию еще когда я говорил что он центр но с другой стороны вот этот камешек неохота выдавать то есть эта комбинация для нас в год и закончится вот это это в год и там в год это все-таки гораздо крупнее по очкам на мой взгляд мы говорили что у черных территория вот где-то только в этом месте и то после вот этих двух ходов она стала совсем-совсем маленькой то есть наша территория практически-то не уменьшилась ну конечно ее тоже чуть-чуть но она все-таки еще очень велика а вот этот ход он ай-яй-яй какой опасный то есть это рискует ну вообще очень трагично закончится для черных ну если уж веселиться если уж веселиться то здесь можно поиграть такую вещь то есть это называем так называемая ко-борьба и эта ко-борьба черным стоит очень-очень дорого ну просто очень дорого я на ней могу проводить какие-то совершенно бронебойные угрозы то есть то что игнорировать нельзя ни в коем случае например что-то такое теперь что-то такое выглядит очень-очень страшно конечно я отдаю свой камень но с другой стороны здесь потом будет еще одна угроза я могу продолжать пытаться захватить вот эту группу то есть совершенно на ровном месте вот эта группа большая черных рискует не выжить то есть она рискует загибнуть своим полным составом конечно есть пути соединения с угрозой опасного кода меня на эту группу но именно с точки зрения безопасности этой группы вот на этом код я и начал реализовать вот эту задумку тут мне не страшно конечно это место для угроз посмотрим какие угрозы найдет сейчас черный у меня ну да конечно же он найдет место для угроз именно здесь мы здесь можем построить группу с двумя глазами поэтому опасности не вызывает мы можем продолжить таким способом и у нас там очень много очень много хорошо да обязательно на это отвечать конечно наверное у белых столько не найдет угроз но хоть что-то мы на этом должны выгодить я думаю должны просто обязаны и так почему бы нам не устроить еще одну коль здесь можно попробовать устроить еще одну коль здесь это очень крупный кок потому что если я его выигрываю подвисает вообще вот эта вся огромная группа поэтому черным это еще дороже даже чем эта группа которая теоретически может соединяться то есть через угрозу на этот камень да то есть этот путь всегда у черных был то есть и наверное не стоило да и мне не стоило так уж сильно чудить в этом месте и конечно мне не надо опускаться сейчас на аж 7 иначе меня отрежут и вот эта вся хвостульна огромная погибнет я проиграю партию на ровном казалось бы месте там где уже не надо проигрывать итак партию вообще проигрывать не надо ее надо выигрывать итак черные либо здесь соединятся либо здесь меня скушают наверное настало время закончить с этим баловцом тем более что побаловаться еще есть где то есть мы соединимся здесь итак здесь мы выживаем конечно же обязательно то есть эта группа живая у нее есть два глаза мы этому очень рады здесь вот состояние черное поджимать сколько-то очков но это нету даже в центр вот что обидно то что эта ситуация в центр но скажем так чудится мне что тут с этой всей огромной кокодяброй можно сотворить энное нехорошее так ну что ж замысел вполне понятен вот таким образом то есть это провокация ну конечно же черные на нее не повезлить этот ход мы сделаем чтобы у черных возникли какие-то подозрения по поводу того что там будет что-то страшное ну а теперь наверное надо защищаться только теперь уже стоит защитить свой камешек свою точку разрезания чтобы черные сюда не вторглись или же еще немножечко почудить нет мы начудим себя такого что мало потом самим не покажется надо признать что у белых территории тоже особо нету то есть вот это малюсенький удовольчик вот эта территория уже после такого пролезания тоже сильно уменьшилась у черных вот это не так уж и мало и вот это тоже имеет очки на нашей на нашей стороне 6,5 очков коми ну и что-то мне говорит о том что 6,5 очков коми это тоже 6,5 очков коми хорошо должно нам хватить если я правильно считаю а вот это вот вот это мне совсем не нравится это нехорошо так в темпе и так можно играть а и так нельзя было играть ай-яй-яй что-то мне говорит о том что здесь случилось ай-яй-яй и так было играть нельзя возможно я здесь упустил лишних несколько очков нет мне дали возможность исправиться не стали черных делать самую страшную вещь которая здесь была и в общем все произошло достаточно милльно то есть мы вытягиваем камешки да вытягиваем эти камешки да вот так мы здесь играем дальше 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 что еще можно сделать в этом месте будем играть темпы выхода сейчас очень важно поиграть в темпе нифига себе а ну хорошо ну для черных типа это темповый ход конечно хочется на него ответить но здесь же есть сильнее ну наверное это тоже не отнимает очки у черных а это заставит нас потом отвечать поэтому лучше сразу зачаститься хорошо черные говорили что это сильный ход да они успели сесть от камеш а я уже собрался там дальше дальше смотрим где у нас есть еще ходы то есть ну вот это безусловно и сент это сент и наша здесь у нас территория закончилась пачка конечно вот такие чудеса можно устроить нет нет на грани фантастики что-то здесь проворачивать наверное уже нецелесообразно так и вдруг возникает легкое беспокойство точно где нам хватает пачкам то есть учитывая вот эту полосочку и то что у нас все здесь так уменьшилось везде практически у нас кроме этой территории нет нигде она примерно равна вот этому и вот это нам компенсировать то и нечем собственно еще и здесь вот очки так слушайте друзья неужели неужели мы проиграли эту партию такое вполне может быть самоуверенность она ведь такая наказуемая штука тут борьба идет за каждое очко абсолютно очень досадно эта партия проиграна и так черные говорят что здесь очков больше нет а я говорю что здесь есть как минимум одну очко то есть на угрозе этой группе мы можем одно очко точно совершенно точно поиметь заставить по крайней мере черных сходить внутрь своей территории и так мы будем крутить вертеть до последнего поделать несколько маневра наверное сразу будем действовать линейно чтобы обозначить свой замысел чтобы черные поняли что им все-таки один ход придется сходить еще в свою территорию и вдруг именно этого одного очка нам и не хватает то есть то что мы сейчас перекроем внешне свободное дыхание группе до черные чувствуют что тут им сходить еще надо будет вдруг черные запаникуют и сделают еще один лишний ход в свою территорию мы наведем такую панику делаем страшные ходы говорим черные давайте сделайте еще один ход в свою территорию но черные наверно на это не приведутся не приведутся и приведутся вот в чем вопрос так черных играли здесь в чем замысел этого хода замысел этого хода не понятен наверное черные думают что мы закрываем нейтральные пункты да мы закрываем нейтральные пункты мы сейчас еще и здесь итак так ладно на самом деле черные уже не поведутся на наши пустые угрозы и нам надо завершать партию вот здесь вот еще разве что здесь ну и все да здесь мы обозначили свои позиции пас и так момент истины в чужую пользу эту партию смотрим да белые слишком щедро разбрасывали свои территории и они проиграли да представляете друзья мы эту партию я эту партию проиграл а вы наблюдали о том как это случается партия проиграна всего лишь на три с половиной очка слишком щедро белые разбрасывали свои преимуществом которые у них было на разных этапах партии поблагодарим за игру нашего соперника обратим внимание что наш соперник начинал игру третьим теперь после партии он стал вторым кем для него это наверняка очень знаменательное явление повышение рейтинга на целый ранг но для нас это третья проигранная партия в этом турнире итак давайте посмотрим где мы слишком щедро разбрасывались очками где это не стоило было бы делать так уж совсем хорошо и так там за нас результат напишут обязательно а тут у как я не подозревал какие-то подсказки мне шли и так где мы могли бы отыграть в этой партии три с половиной очка вот так вот она бывает вроде все хорошо все хорошо потом хоп-хоп-хоп и все не так уж и хорошо итак посмотрим оффлайн пожалуй наверно ключевой момент основной момент то есть здесь у нас очков достаточно было мало кто же знал что это стоит так дорого пока что какая у нас идет оценка счета оценка счета черную пользу черных семь с половиной это белый еще потом где-то умудрились отыграть четыре очка то есть вот где-то на этом этапе так здесь не было необходимо выживать да то есть вот этот ход белых он был совершенно не нужно то есть вот этот ход белых он изначально был авантюрным рассчитанным на то что мы вдруг закусим эту всю группу и белым надо было закрыть вот эту зону после таких вот обменов можно видеть оценку счета и она пользу черных на полтора очка все еще но скажем так эти полтора очка то есть они скрываются где-то здесь тут вообще показывают что черные мертвы надавим здесь и выживать здесь после такой позиции компьютер нам достаточно объективно посчитает что белые ведут уже на пол очка то есть вот где-то здесь в этом месте на уровне этого хода белый проиграли свою партию окончательно потому что этот ход на аж 7 он не играл вообще никакой роли то есть действительно был ненужный то есть не с точки зрения угрозы на эту группу не с точки зрения гроза на эту группу все это живое и вот этот разделяющих вот нам было в принципе не нужен где-то здесь мы эту партию проиграли конечно бесспорно очки чуть раньше то есть было много таких избыточных ходов то есть вот на этой к борьбе до совершенно объективно на этой к борьбе мы потеряли часть очков в углу нам надо было спокойно защищаться черный были защищались и седали этот камень и мы спасали этот камень то есть мы успевали бы его спасти здесь или успевали бы сыграть в этом месте то есть в любом случае расклад так мы пока что он считается в пользу черных вот так вот будет боль достоверно хорошо так вот можно видеть что черный а вот эту группу он считает теперь мертвой кстати говоря вот эти камни мы тоже совершенно зря отдали то есть здесь у нас еще были очки и в целом и по партии почему-то четыре с половиной очка пользу черных показывает да потому что мы не успеваем вытащить вот этот камень здесь нету столько очков у черных тут много очков в черных нету то есть данном случае белый 05 да на самом деле вплоть до этого момента партия балансирует на грани пол очка в какой момент мы начали ее упускать из виду то есть потому что я был какой-то из более ранних моментов она была сильно в пользу белых и я не сильно даже беспокоился результате и тогда вот на этом моменте все было очень хорошо здесь мы съели этот камень что же сделать дальше да да конечно же это все произошло в этом месте партии белым надо было просто соединяться соединяться на этот ход и черные здесь и теперь у белых хорошие территории с этой стороны учебных территория поджатая оценка счета но он еще неверно считает эту группу хорошо мы успеваем так так оценка счета теперь он эту группу считает доплы но эта группа не дохлая потому что она живая ни в коем случае не так ну все равно да все равно это камень должен был съесться оценка счета белые да белые вели вот где-то в этом 10 очков после вот этого вброса наши заготовочки на g2 мы получали очень хорошее преимущество на наша левая сторона была больше чем правая сторона и в остальных участках доски примерно поровну то есть примерно равном количеству очков то есть все компенсируется то серка и это компенсируется вот то есть это и это примерно равно и у нас еще шесть с половиной коми и у нас все замечательно то есть и мы лидируем на 9 половина очков вот после этого после неверного розыгрыша вот этой колы там где я захотел устроить некоторые висели То есть, то, что мы здесь устроили в веселье, сыграло нам вовсе не на руку. Да-да-да, очень грустненько и неприятненько. Зачем мы начали играть так? Ну, потому что это угрожало убить вот эту всю черную группу, но это Ко. И у черных Ко угроз, надо признаться, достаточно много. Это надо было взвесить, оценить и быть здесь осторожными. Ну и вплоть до этого момента партии, по-моему, белые шли с солидным перевесом. То есть, вот даже по предварительной оценке, белые ведут на 30,5 очков. То есть, вот эти камни в безопасности, живые выбегают, это выбегает, и ничему здесь не грозило больших опасностей. То есть, вот сейчас партия очень хорошо шла за белых, но черные-черные смогли все это загасить. То есть, вот предположим, конечно, этих очков не будет, конечно, тут у белых. Но они могли бы получиться, и вообще у нас были шансы убить вот эту группу на верхней стороне. Было все хорошо, мы расслабились, мы проиграли. Это, судя по, так обычно и происходит. Ну, а я благодарю всех участников за просмотр этой партии, которая, к сожалению, не стала победной. Кстати говоря, мы можем глянуть, как сыграли еще наши ребята. Лесникова Дарья выиграла Ломана, мы ее поздравляем с этим. Сейчас мы быстренько глянем ее партию, если она здесь еще осталась. Да, она еще осталась. Итак, что здесь у нас происходило? Итак, Дарья играла за белых. Быстро просматриваем. Стандартные розыгрыши углов. Черные играют безопасно по нижней линии. Белые, я бы сказал, играют немножко опасно. Хоть так играть можно, но лучше играть здесь на сейт 10. Итак. Дальше. За белых, наверное, это не лучший расклад. Хотя, что здесь еще можно было сделать? Ну, очень агрессивненько и белые здесь играли, почему бы нет. Вполне, вполне приемлемо. Вот эта сейт 10, она... Вот это очень, конечно, нехорошо было здесь играть. То есть, ну, это не годится никуда, а теперь уже это никуда не годится с точки зрения. То есть, вот о чем думали черных, когда ходили в эту точку? Им надо было спокойно съедать. Съедать на С9. И у белых здесь все получено помирало. Вот. Черные сыграли сюда. Это классическая генизда журавля. То есть, вот, прием. Генизда журавля. И белые отъели эту... Да, после, конечно, белые выигрывают эту партию. Хотя, показывает подсчет, что в балансе она находится. Но, по моей оценке, уже здесь. Да, все. Партия за белых. То есть, вот, с обозначением этой области, с хранением этого угла. Даже нижняя сторона белых, я думаю, не приносит... Нижняя сторона черных не приносит им достаточно очков. Белые ведут на 12,5. Где-то дальше, видимо, разрыв еще усилен. Да, белые расширяют здесь. Дооформляют здесь зону. Не дают. Немножко придавили позицию черных. Это хорошо. Впалзли. Отрезать. Но, может, и нельзя. Хорошо вот здесь надавили. Немножко рискованно. Но, по-моему, ситуация позволяет. Да, конечно, ситуация позволяет так играть. Ага. Да, и очень аккуратненькая партия за белых. Они получили в начале партии преимущество. И потом его оставалось только просто надежно удержать. Обозначение границ идет. То есть, спокойненькая, аккуратная партия. Без лишних экстримов. Без лишних ко-борьбы, которые мы устроили в своей партии. Ну и как результат... Хороший результат на 37,5 очков. Белых победили. То есть, оставили черным только нижнюю часть доски. И немножко здесь. Хорошо. Дарья сыграл у нас отлично в этой партии. Смотрим, как сыграл Никита. Только что здесь была его партия. Я ее видел. Так, и так, и так. Хорошо. Мы сейчас... Ай-яй-яй, он уже вышел. Но все равно мы сейчас сможем посмотреть эту партию. Так, его последняя партия. Он играл с первым данным. Да, и проиграл эту партию. Ага. В итальянской комнате. Смотрим, как здесь происходило. Тут, похоже, партия была под сдачу, судя по положению на доске. Белые ведут как будто бы на 41 очко. Да, белые ведут на 41 очко. Группа черных здесь вот благополучно помирает. Ее нельзя спасти. И после этого у белых существенное преимущество. Плюс еще нижняя сторона. Ну, пусть и немного. А вот эта группа еще тоже погибла. Посмотрим, по крайней мере, как это начиналось. То есть, где пошла заваливаться позиция. Так. Фусеки Кабояси, что ли, игра черная. Ну, вроде того. То есть, вроде того. Вариация на тему Фусеки Кабояси. Как-то, 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 как-то все. Да. Я бы сказал, что очень зыбко. Уже здесь. У черных. Ну, в общем-то, неплохо. Вот эта вот группа просто здесь, получается, погибает у белых. Или нет? А почему она не погибла? А потому что черные зачем-то сделали этот ход. Ну да, этот ход им делать надо. Здесь. Соединяются. Черные соединяются. И белые играют здесь. Ну да, там на самом деле уже. Теперь у черных не очень хочется. Белые на нижней стороне. Эта группа пытается выжить в центре. Не очень хорошая. Углы за черных. Да, наверное, здесь уже все очень-очень. Да, здесь уже все не очень хорошо. Это черных. Это черных. Так, нет, это, наверное, все-таки более-менее равная позиция. При всем том, что это выжило. А черные на 2,5. Да, это равная позиция. В каком месте оно начало помирать? Ага, вот здесь вот у черных начала помирать вот эта группа. А как они могли это спасти? Здесь, наверное, уже никак не могли. Да, здесь уже не могли. Здесь уже и этот ход был не нужен. То есть, ну, явно погибает эта группа. Ага, черные вот этим решили. Жить хотя бы. Седает. И вот эту группу-то тоже надо ей заниматься. А то вот после такого, да, после такого и этот хост, который черные так изящно спасли, он тоже помер. И вот здесь уже, наверное, да, в пользу белых на 33 очка. Партия проиграна уже где-то в этом месте. Хорошо. Так, ну и нам осталось только глянуть, как еще сегодня сыграл Семен. Или он еще играет. Так. Итак, Семен, Семен, Семен. Посмотрим сейчас его последнюю партию. Итак, Семен сегодня выиграл. Это замечательно. Смотрим партию. Да, Семен сегодня очень круто выиграл. Достаточно равного соперника. Шестой килл, шестой килл. Он играл за белых. И белые получили большую зону. Какая-то очень такая мирная партия, судя по всему, происходила на доске. Ну, просто любезобразие не было. Итак, как это выглядело? Розыгрыш стандартных хусеки, вполне таких симметричных между собой. Да. Ну, скажем так, это вообще пример, по-моему, очень такой мирной игры. Никто никому не вторгается. Черные построили большую зону. Тут вот белые чуть-чуть только попытались его поприжимать. Да. И вот здесь, вот здесь вот. У черных все померло. Да, вот где-то здесь у черных умер этот угол. И после этого белым стало жить вполне комфортно. Но у черных тоже большая зона. Белые надавили. То есть, тут надо оценить, что белые отыграли. Корректно. Но вот этот ход мне, наверное, сложно было понять. Черные же сыграли здесь. Нет, черные сыграли здесь. Почему здесь играли черные, если за такие ошибки надо было наказывать, честно говоря. То есть, почему не так? Почему не забирать эти камни? Ход там, конечно, тоже сохраняет какое-то количество очков. Но, может быть, это будет позже. То есть, вот зачем черным здесь закрываться, если можно вот это убивать? И даже если белые здесь так, ну, я не знаю хороших перспектив. Так, если так, то так. Ну, ладно, наверное, все не так уж и безоблачно. Хотя здесь можно было играть и попроще. То есть, вот в этом месте надо было играть не здесь, а играть здесь. И, ну, я не завидую позиции белых. Хотя они все еще ведут. Да, вот эта зона большая и вторжение здесь. Ладно, хорошо. Как сыграно, так сыграно. Развивали события таким образом. Достаточно мирно. Так, почему здесь не выжили черные? Или они здесь выжили, конечно, получается. Да, они, похоже, здесь выжили. Ага, где второй глаз у черных? Где второй глаз у черных? Совершенно непонятно. Да, вот и черные, наверное, пытаются соединиться. И, наверное, соединиться. Хорошо, ладно, смотрим. В быстром режиме. Ну, в общем-то, отдельные большие зоны. У черных и у белых. У белых вверх. Вниз. У черных своя правая стеночка. И все очень так мирно. Они разрулили эту партию и в пользу белых. Хорошо, хорошо, отличная игра. То есть, действительно, ровная партия и хорошая победа на шестинке. Семен, это хороший результат. На этом с нашими разборами и комментариями закончено. Конечно же, в нашем турнире сегодня здесь огромное количество интересных партий. Каждую из которых можно было бы посмотреть, кратенько разобрать. Но думаю, что на сегодня этого достаточно. Нас отвалился пока что из чата только один игрок. Значит, видимо, все это, то, что я рассказываю, было вам достаточно интересно. Я рад, что вы провели этот вечер вместе со мной. Приглашайте своих друзей и знакомых на наши вебинары. И они будут продолжаться. В следующий раз мы тоже обязательно придумаем что-то интересное. Мы будем разбирать одну из партий участника нашего онлайн-курса. Разберем ее подробно во всех ракурсах. Отметим сильные и слабые стороны, которые были реализованы в партии. И посмотрим, насколько наш курс действительно помогает стать более сильным игроком. Мне, как тренеру, это весьма интересно. Итак, приглашайте друзей на эту встречу. Игра в го. Бесплатный вебинар для начинающих. В следующий выходной у нас будет та же тема. Игра в го. Как и спорта. И разбор еще одной очень интересной партии. Скорее всего, мы будем разбирать это не в четверг, а в субботу. Хотя, как оно сложится, будет видно. То есть, дату следующего нашего вебинара я опубликую и напишу чуть-чуть попозже. То есть, по умолчанию мы запланируем на четверг в это же время. Но, может быть, перенесем на субботу в день. Ну, и еще раз я благодарю всех тех, кто сегодня был с нами. Заглядывайте на наши следующие вебинары. Ну, и всем пока. Пишите отзывы на странице. Встречи. Играйте. Участвуйте. И приходите на турнир 7 февраля. Участвуйте в нашем онлайн-турнире БРСК. Ну, а я на этом буду... Ставлю вам красивую картиночку. И выключаю на этом запись. До новых встреч. Играйте. А вот.